Слава Украине! Привет всем от Полонского! Вот чтобы российские пропагандисты сейчас их подпевали, не свистели о том, что мы не хотели захватить Киев, у нас не было цели смены правительства и так далее, и так далее. Была цель захватить Киев за три дня и смена правительства. Ну, во-первых, а зачем? Зачем вы сюда бросили только под Киев больше 100 тысяч личного состава и две танковые колонны, одна 65 километров, а другая 110 километров длиной. Объясните мне, если вы не хотели захватить Киев. Чтобы, как говорится, ну, совсем уже ответить расистам, что хотели, я предлагаю сейчас послушать, вот у нас на телеграме, сейчас выложена ссылочка, как обычно, снизу, там целый ворох высказываний российских пропагандистов, начиная от Боброедки, Шейнина, ну, там все-все подряд, да? Вот, и они рассказывают о том, как они будут захватывать Киев и какие при этом будут приложены усилия. Помните, вот это расписание, которое они еще публиковали, подъем, зарядка, помыли зубы, нападение на Украину, обед, взятие Киева, концерт Газманова, ну, помните, да, вот это вот, вот это там тоже есть, да, это очень интересно, это расписание воинской части российской при нападении на Украину. Это было еще, ну, вот это видео, оно там смонтировано по разным датам, но, в принципе, оно охватывает период конца февраля 22-го года, то есть непосредственно перед нападением России на Украину. И максимум, что давали нам вот эти вот деятели рашистские, максимум давали 3-4 дня. Обычно говорили, полтора-два дня, на второй день Киев будет захвачен, ну, на третий день там зачистку проведем, никого нету, все, мы победили. И едут они, значит, в Киев, если вы помните, в Ирпене, даже под Харьковом это было, тоже было аналогично, ну, они же Харьков тоже вообще за один день рассчитывали захватить. Кстати, я хочу спросить, ну, как там захватили? Не, мне же интересно, я же так понимаю, Харьков вы взяли за один день, как и Одессу тоже, Одессу за один день, это же без вариантов, да. Вот, значит, взяли, взяли, то есть, только кое-что кое-куда в другое место, да, но я вернусь. Они ехали в Киев, я об этом ни разу, ни два говорил, они везли с собой кителя парадные, они везли с собой бряскальца вот эти свои, иконостасы эти вот гребаные, они с собой везли шлемы этих космонавтов и дубинки из щиты пластиковые, чтобы лупить киевлян, которые выйдут, не дай бог, протестовать. Ну, они же знают, что киевляне, это не жители, там, болот, которых на гни сильнее, он еще сильнее на коленях, да, там, скуемаются, наши же выходят на улицы. Вот, они ехали сюда, значит, уже ОМОН везли, дубинки, щиты, я помню, как сейчас в Ирпене, в Гастомеле пожгли сколько машин этого ОМОНа, эти будки, которые ехали за танками сразу же, то есть, все было уже подготовлено к параду и к концерту певца Артом Газманову. И вот сейчас я вас хочу спросить, прошло 555 дней войны, как там Киев за три дня? Не, ничего не жмет, беспилотники каждый день на Москве и на других городах России, а будет только больше, ваша армия получает звездюлей, ваша армия сбежала из Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской областей, из Николаевской области, вызвездили так, что драпали штаны и портки только летели, в Херсоне получили звездюлей, сейчас получаете звездюлей в Донецкой и Запорожской областях, у вас ни черта не выходит в Луганской области, освобождение Украины от российско-фашистской нечисти идет по плану, да, фашисты? Киев за три дня.